Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о восстановленных телефонах. Поделюсь с вами опытом того, как заказывать эти телефоны, чего ожидать, чего не ожидать от этих телефонов. Правда ли, что покупки таких телефонов экономят ваши средства, экономят ваши деньги? В общем, обо всем этом по порядку. Итак, друзья, восстановленные телефоны, их еще называют refurbished в английском языке. Но нужно понимать, что refurbished или восстановленные телефоны в различных странах, это не одно и то же неравнозначное тому, что вы можете встретить в Китае и в США, допустим. Если вы заходите на сайт американский eBay, вы увидите там, что продается refurbished восстановленные телефоны. Если вы смотрите и видите, что продавец, который торгует этим телефоном, он находится в США, то есть располагается эта фирма или контора или человек, который продает телефон, он находится в США, то, скорее всего, с большой долей вероятности, не буду утверждать наверняка, если продавец порядочный, знайте, что это телефон, который был восстановлен как положено. То есть, если что-то в нем сломалось, то запчасти и детали были заменены на аналогичные запчасти и детали, которые устанавливаются в другие телефоны аналогичные. То есть, если iPhone сломался, допустим, или Samsung сломался, или LG телефон, то, допустим, заменяя у него какую-то деталь, она будет 100% оригинальной. Восстановление делают официальные сервисы, официальные продавцы, сертифицированные, которые этим профессионально занимаются. Но чаще бывает так, что телефоны даже не восстанавливались, а напротив, это телефон, который имел какие-то незначительные повреждения, допустим, не имел родного комплекта, или был потерян комплект. И вот вам доложили комплект, но они как бы пишут, что это восстановленный телефон, то есть, довосстановленный комплект, допустим, если это восстановленный комплект, то даже вовнутрь никто не залазил, ничего не ремонтировал, ничего не чинил. Поэтому в этом отношении это фактически новый телефон, просто такая приписка в нем, что, мол, он восстановленный. Хотя на самом деле восстанавливать там было нечего, он был полностью, этот телефон нормальным, просто был утерян комплект где-то у нового телефона в том же самом магазине. Где-то был утерян комплект, либо телефон сдали с неполным комплектом. Например, покупатель купил телефон, он ему не понравился по каким-то параметрам, он его сдал обратно в течение 14 дней, допустим. Но где-то была утеряна зарядка, где-то были утеряны наушники, и продавец уже не может выставить его как новый телефон. Он доукомплектовывает его, да, может быть даже доукомплектует его неоригинальными какими-то наушниками, но он об этом обязательно напишет, что, мол, вот неоригинальные наушники, мол, доукомплектовано. Это называется все восстановленный телефон, то есть для США это так. Есть еще USED телефоны в США, это те телефоны, которые были сданы или они использовались в виде там просто какого-то стендового образца, его все люди там смотрели, щупали, меню проверяли и т.д. Это уже считается как бы USED телефоном, и вы можете на таком вот основании купить этот телефон USED или восстановленный. Но получается, что USED телефон как бы более выгодно покупать, потому что это телефон, в который потенциально не заглядывали и ничего там не меняли. Даже пусть если запчасти были оригинальные, все равно лучше, когда телефон никто не открывал. Поэтому USED телефон, вот тепень этого USED нужно узнавать. Либо это очень light USED телефон, очень легкая версия бэушного телефона. Там месяц от силы его попользовали, там неделю или три дня. Вот это все можно даже у продавца выяснить, если он идет на контакт, идет на общение с вами. Можно как-то с ним связаться, если указаны там соцсети его и т.д. Но если мы вернемся в Китай, то в Китае все совершенно не так. Если телефон USED, это не значит то, что телефон обязательно будет качественный. Это означает, что он бэушный. Но на какой стадии находится это вот состояние бэушности, USED, да? Никто вам наверняка 100% не скажет, потому что в Китае нет таких строгих стандартов, как это есть в том же самом США, где USED телефоны и восстановленные телефоны тоже пользуются популярностью у людей, которые покупают его из таких вот стран, где они актуальны. И в Китае таких стандартов, как я уже говорю, нету. И, конечно же, есть риски потратить впустую свои деньги. В каком плане? В том плане, что вы можете купить в Китае USED телефон, он поработает какое-то время, либо он сразу может прийти нерабочим, либо он поработает какое-то время, год-два, а затем просто что-то в нем сломается и все. Как бы вам или ремонтировать его нужно будет, или что-то такое вот с ним может случиться. Но так происходит, конечно же, не всегда. Есть отличные случаи, когда вы получаете телефон и просто везение такое, как в лотерее, да? И вам выпадал этот счастливый билет, и телефон отлично служил все годы, все месяцы, которые вы его использовали. Аналогично и с восстановленными телефонами. Вы можете попасть как на не очень хорошо восстановленный телефон, потому что стандартов, повторюсь, нет. Запчасти могут использоваться, в том числе не оригинальные, не понять откуда. И все это как бы работает худо-бедно до какого-то определенного момента, когда телефон задумает вдруг выключиться и не включиться. Либо у него откажет экран, либо что-то еще может произойти, да? Но опять же таки, это происходит не в 100% случаев, и есть достаточно большое количество в процентном соотношении телефонов, которые нормально работают в течение нескольких месяцев или даже лет. Или может быть, если телефон даже накроется, станет кирпичом, испортится, да? То вы к этому моменту его уже продадите, потому что он как бы морально устарел в вашем понимании. Ну, вы попользовались там год-два, да, телефоном, и он вам надоел элементарно. Надоел, и вы хотите какой-то другой телефон. Либо новый, либо опять же таки, пойти на китайский сайт, купить юсет телефон, или на ebay купить телефон. Такой же восстановленный, но уже более обновленной модели. Там за два года что-то произошло, какие-то изменения произошли, и уже выставить на продажу могли другое поколение телефонов за те же деньги, за которые вы покупали предыдущую модель. И вот она у вас стала не нужна, вы продаете этот телефон из рук в руки, да, и через три месяца он вдруг накрывается у жёного владельца. Вот, вот даже такое может быть, такие случаи не редкость. Вот, и поэтому, когда вы покупаете бушный телефон уже как бы с рук на каком-то сайте по объявлениям, то желательно, если продавец об этом сообщит вам, желательно у него спросить, а не покупал ли он этот телефон в Китае, потому что покупая особенно дорогие марки телефонов с рук, вы рискуете нарваться на вот такого вот человека, который купил в Китае телефон, и как бы он думал, действительно думал, считал, что телефон качественный, он у него проработал два года, но у вас он может накрыться. Как бы китайские восстановленные телефоны, это вот лотерея, и лотерея, которая выиграет, может быть, постоянно, вы выиграете такой билет, что у вас он будет работать годами, может проработать два года, накрыться, может проработать несколько месяцев, накрыться, когда гарантия уже от китайского продавца закончен. И вот поэтому покупки в Китае не дешевле, но они более рискованные, так что каждый выбирает сам. В чем восстановлены телефоны, юсы, телефоны из Китая хороши тем, что они дешевле тех же самых новых телефонов, но которые являются не флагманами. В Китае вы можете купить флагман, даже двух-трехлетний, но флагманский телефон. Согласитесь, это намного более выгодно, чем покупать не флагманский телефон в ту же цену, да? И функционал у него будет хуже. Во флагманских телефонах, даже на два-три поколения назад, все равно там, как правило, Snapdragon процессор, который будет более мощным, чем тот процессор, который даже в новом телефоне, но не являющимся флагманским, а деньги те же самые. Приходится подождать доставки, там месяц, сколько там телефон идет, и вы становитесь владельцем хорошего, отличного телефона, который, возможно, проработает, как я уже сказал, длительное время, а возможно нет. Но тут уж каждый решает сам для себя. Вот. Вот так вот, друзья, обстоят дела с покупкой телефонов. Я, конечно же, вам постараюсь оставить ссылки на то, где купить телефон таких продавцов, которые, как бы, ну, стараются продавать более-менее нормально восстановленные телефоны, и по отзывам видно, что люди довольны. Но опять же таки, сколько это длится, сколько телефон будет работать, никто не знает. Но если вас эта тема интересует, переходите по ссылкам в описании, и там же я оставлю ссылку на кэшбэк-сервис, где вы сможете сэкономить на этих вот покупках. А также будет моя реферальная ссылка на то, где я вот эти вот ссылки генерирую, да, чтобы, как бы, и кэшбэк был, и вообще сервис, на котором вы точно так же можете размещать ссылки. То есть я оставлю свою реферальную ссылку, и вы можете также зарегистрироваться. Всем спасибо за внимание, и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok